Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон, зон безопасности. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году она получила статус межправительственной. В настоящий момент в нее входит более 70 государств, в том числе и Россия. В Ниницком округе знаменательный день отметили сотрудники МЧС и, как обычно, не в кругу семьи, а на службе в условиях полной боевой готовности. Правда, гостей в праздник собралось много. С подробностями Любовь Пермякова. В роли спасателей студенты Ниницкого аграрно-экономического техникума. Ребята обучаются по специальности пожарной безопасности. Сегодня они участвуют во Всероссийской олимпиаде профмастерства. Испытания проходят в первой пожарной части. Например, одно из них в условиях задымленности помещения преодолеть препятствия и найти пострадавшего. Непередаваемое. Потому что, во-первых, ничего не видно. Стараются, конечно, приблизить к этому более реалистичному месту, но все-таки это не то. Но было очень тяжело, сложно. Не передумал идти на пожарника? Конечно же нет. Почему выбралось? Не знаю. У меня два брата пожарных. И мне саму как-то это более интересно стало, поэтому решил учиться. Среди практических заданий олимпиады надеть боевку правильно и при этом уложиться в норматив, а также боевое развертывание пожарных рукавов. Внимание! Меня интересует результат, а не скорость. Боевое развертывание – это кульминационное задание. Здесь отрабатываются различные элементы – прокладки рукавной линии, установки лафетного ствола, который способен подавать 20 литров воды в секунду. Действовать ребятам надо быстро и слаженно, при этом не допускать ошибок. Мне нужно было подать воду к месту очагу. Очаг был, жилое здание, горело из окна. Как справились задания? Ну, отлично. Волнуешься? Нет, уже не раз это делали и спокойно уже к этому относимся. А почему выбрал эту профессию? Да, нравится. Мне как-то с детства приелось и хочется именно пожарным быть. Я смотрю, вы все время обсуждаете с ребятами, такая сплоченная уже команда, да? Ну да, мы не раз вместе тренировались и хочется же выиграть. Все это время за ребятами внимательно следят не только сотрудники МЧС, но и преподаватели техникума и заметно волнуются. Волнуются все, но вроде хорошо. Очень трудные испытания, прям все подготовлено, максимально приближено к реальным условиям. Поэтому мы за них тоже переживаем, но надеемся, что они подготовились у нас хорошо. Студенты и преподаватели техникума сегодня не единственные гости. Сотрудников МЧС в праздничный день посетили ученики городских школ и воспитанники детских садов. В нашем округе в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны проходится комплекс различных мероприятий. Это и открытые уроки, которые в учебных заведениях у нас проходят с тематикой по гражданской обороне. Это, соответственно, и дни открытых дверей на базе подразделений пожарно-спасательных, которые диссоциируются на территорию округа. Также, соответственно, на базе первой пожарно-спасательной части проводится. Всех праздником, здоровья, удачи, всего самого доброго и, конечно же, чистого неба над головой. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.